Приветствую! Приветствую! Тихо, как призрак! Да, меня никто не видит! Любого мотоциклиста никто не видит! А этого вообще! Хотя он такой заметный! Ну вот! У одного из немногих есть задний ход Так, задний ход тут есть! У всех электротранспортных средств должен быть задний ход Почему бы и нет? Есть вперед, есть назад Только это стрёмно довольно Ну да Но зато удобно А гараж куда-нибудь нутится А еще у него есть бесключевой запуск То есть это как? Ну вот, например, мне можно его завести, вставив ключ традиционно Вот он завелся как бы Все, включен Готов А можно завести вот так? С брелка Все, поехали Понятно Здравствуйте, зрители видеоканала «Зеленые точки старта» Сегодня мы поговорим с Алексеем Владельцем электромотоцикла Как точно называется твоя модель? Семаргл V5 Семаргл V5 Просто улыбнись Ну вот Вот тут действительно как нигде больше действует Тише едешь, дальше будешь Я вот сначала сомневался, что я сюда доеду на точку зеленого старта Потому что далеко Потому что я доехал там на работу себе И у меня, бац, сразу 25% съелось Потому что я топил 110 Вот То есть ты не жалел эту гашетку и давил? Это же не Вот А сейчас я ехал по правилам На всех светофорах Не больше 60 И все И он почти не просел Вот как было там Сколько у него сейчас остается? Тут такая штука Ну вот 50 стал То есть За все Я еще на маршала Жукова заехал Сначала домой Потом оттуда на Жукова Потом сюда То есть ты сегодня весь день на нем катался И зарядка где-то подзаряжал Только дома зарядил Когда с работы утром приехал с Курской Потом поехал на Жукова Потом сюда То есть через весь город И мне еще назад хватит Вот А назад мы скажем нашим зрителям Тебе ехать где-то километров 30 Если я не ошибаюсь Да нет А, в смысле домой? А, могу даже посмотреть Но он сейчас восстановится Если его не трогать Он сейчас вот показывает 49% Сейчас постоит, отдохнет Будет 50, 51 Ну, он так вот потихонечку возвращается Что у нас тут 22 градуса погода показывает Но это в моторе Угу Сейчас посмотрим, сколько у меня назад Даже самому интересно Ну, я бы, честно говоря Лучше бы заправился где-нибудь еще А мы, кстати, попробуем В розетку воткнуть его Самая обычная нужна розетка И без всяких То есть 220 вольт Просто обычный? Самый обычный, да Трехфазный Это заморочка такая Которую я хотел бы Потому что заправок в Москве Больше всего именно таких А 220 это большая редкость Давай, расскажи нам Про технические характеристики Этого мотоцикла Сколько аккумуляторов? Сколько емкость аккумулятора? Я хочу даже, наверное, показать Емкость одного аккумулятора 40 Ач Два будет, соответственно, 80 Так, и как они? Тут вот такой лючок Открывается И тут фальшбак Это от него зарядное устройство Точнее, ни от него От него не нашли, но он такой же Здесь фальшдно Тут мое барахло И вот здесь слот Для второго аккумулятора А вот эта с ручкой Это... А это, собственно, аккумулятор Собственно, он есть Разъем Андерсона Ну, вот он Как он там называет? Ну, вот, длинные провода Соответственно, один сдох Перетыкаешь второй Этот вынес, понес А зарядный порт для него вот здесь Такая вот Но тут как бы интересно Еще такой момент Вот в чем Китай проявляется Это то, что Здесь вот такой разъем А А тут вот Чоук Это как этот Подсос у карбюраторных двигателей Бензиновых Это зачем? Я тоже думал Причем сами продавцы не знают Все приходится самому догадываться Это открыватель седла О, вон она И вот там вроде бы зарядный порт Должно, ну, фигово Видно, вот он Такой, как от компьютера Обычная розетка Я думал, вот сюда напрямую подключиться Тут вода брыжет Все, а тут, оказывается, провода отрезаны То есть, вот как-то вот так Хотели так Переделали так В итоге Его зарядить можно только Если Воткнуть напрямую Ну, как, в аккумулятор Либо здесь Либо вынуть и отнести Но мне важно Принципиально Чтобы его можно было выносить домой Потому что живу на пятом этаже без лифта Байк в гараже А Домой занес Ночью зарядил Да Но вот тоже, кстати, нюанс Это геморрой Он очень тяжелый Сколько килограмм один блок? Я взвесил У меня даже фотка есть 17 плюс 17 килограмм Один блок Вот, соответственно Два тащить я буду на тележке катать Честно Но все равно на пятый этаж тягать приходится Ну да Это Поэтому лучше один катать Без лифта Другой стоит Да Жду реновации 35 лет Почетный ожидатель Понятно Так, ладно У нас тут мотор-колесо Да Есть версия этого же мотоцикла С ременным приводом Но якобы там меньше Не кубатуры А как это называется Мощность Мощность Вот Якобы там 3 киловатта Якобы он не едет больше 80 Черт его знает Этот спокойно развивает больше 100 Правда, честно, я не знаю Еще не замерял по GPS Но думаю, что по ощущениям Он недалеко от правды То есть, если показывать 110 Наверняка 100 точно есть Просто сравниваю со своими другими мотоциклами Кстати, Алексей Насчет тишины Вот действительно Когда вот Ты ехал И вот Прошлый наш Максим С которым мы делали сюжет Мотоцикл Электромотоцикл Это абсолютная тишина И это для безопасности Вроде не очень хорошо Потому что Мотоциклисты что говорят Для чего нам Для чего нам нужен звук Чтобы нас слышали по дороге Вот нет Как здесь Это вопрос решается Тут есть ДХО Ну, дневной ходовой огни Мне даже пара не обязательно зажигать Ну, сейчас я его опять так же зажгу Вот здесь вот включение, да? Вот, и как ни странно Вот с этой фигней Я тихонько еду днем И все расступаются Удивительно Прямо магия какая-то Но такого прямо вау-эффекта Чтобы люди прямо Вот так вот Нет, ну это культура вождения Все-таки у нас как бы люди начинают Ну да, а так фактически Тут есть Ближний свет Где он там А, следующий рычажок Он тут уже хорошо светит Если бы только настроить И еще как бы дальний Такая линза Прямо серьезная Все Но я бы Короче, вот в чем китайскость еще То, что Поднять бы чуть-чуть Подальше светило Вот так красиво, все пафосно, но светит перед носом недалеко, а поднять нельзя Но все-таки, смотри, Леш, и в Китае сейчас, и в Европе принимают новые нормы безопасности для электротранспорта Чтобы они звук генерировали, чтобы их было слышно Что мотоциклы, что электромобили Не думал себе сделать какой-нибудь динамик, звук, чтобы у тебя было слышно все Я с машиной такой фигней заморачивал Сейчас очень есть такая вещь, OBD-2 порт, ну, наверное, у всех машин есть Вставляется вот эта штуковина и скачивается программка для Android-маркета Там любой звук, любой автомобильки, там можно V8 поставить, самолет, вот этот пролетевший, все что угодно И когда газуешь, у тебя обороты через OBD-2 порт подаются на программу И программа обрабатывает и дает тебе звук через колонки любой Бред полный, но здесь такого, наверное, я не стану заморачивать Мне наоборот нравится, футуристический такой Я недавно его, кстати, на восьмой этаж поднял В лифте Подожди, мотоцикл? Да, у меня даже видос есть, это трэш Родителям показать хотел, чтобы они обалдели Но это грузовое, естественно, грузовой лифт Да, но он с очень большим трудом влез Но вот что, когда по лестничной клетке его катит, даже выключил Звук, как вот, лайтсабер, вот этот, ну, световой меч Ну, реально звук, похоже, эхом раздается Вот даже если выключено катать просто Там мотор так гулко раздается И когда едешь тоже тихонько в пробке, он так Ну, классно, мне нравится сам по себе этот звук И люди все равно замечают в машине Так, в нашей переписке ты сказал, что все-таки у него есть рекуперация Мне показалось так Показалось или есть? Ну, аналогично с бензиновым Если нажимаешь на тормоз, как бы просто он начинает тормозить И все, как бы ощущения такие А тут вот именно какой-то гул раздается И как будто бы вот едва нажав, уже какое-то сопротивление начинается Нездоровое, неколодочное Прям чувствуется такое, как будто Торможение двигателя Может быть он фазы как-то закарачивает Может это не рекуперация, фиг знает Тут дисплей не информативный Но не показывает, к сожалению, сколько там ампер Ну, как это идет А какого-то специального приложения нет, чтобы можно было на... Мы не делаем Это все, половина из этого не будет работать На самом деле, вот дефолт Это сколько, значит, вот тут вот загорается со временем Почему-то моточасы, типа, сколько он едет непрерывно Там 20, 30, 40 минут там, типа как Потом выключил раз, сбросил показатель Ну, это сколько, типа, осталось мне ехать Но лучше вот по этой фигне следить Она, как бы, точнее Якобы 50%, вот был 49, уже 50 Восстанавливает Удивительно, вечный двигатель Сам эта энергия себе дает, да? Так, максималка 110 А, нет, 120 Вообще, заявленная этими продавцами 110 вроде как Но вот я вчера, к сожалению, не заснял 116 на нем ехал Вот, честно По спидометру Как по факту, надо проверить Это я потом еще уточню Но по ощущениям сравнимым с другим мотоциклом Мне кажется, что близко к правде Но реально сотку он точно едет Так, скажем так 116 ты ехал по автостраде Где разрешена такая скорость Кстати, классная вот эта штука Она, когда нажимаешь на тормоз Она подсвечивает название магазина Такая вот, да В дождь ездил на нем? Да, пришлось Первый же день, как мне его выдали Был сильный дождь И как одержит дорогу вообще Ничего потом не глючит Вот странно После одного раза нет Ну, ноги забросало прям по коленям Грязь летит вообще Он весь был вот тут Вот до сих пор осталось То есть засирается очень быстро То есть, по идее Неплохо было бы поставить какое-нибудь Крыло такое А так, конечно, не хочется вмешиваться Потому что у него реально свой какой-то дизайн Самобытный Он ни под что не косит Бензиновых аналогов Я чего-то похожих не видел Интересно, если в комментариях кто напишет На что он похож из бензиновых аналогов Мне кажется, ни на что Чисто вот сам по себе Передок от ER6 какого-нибудь там Кивасаки, да? Сузуки Вот, а тут все остальное Чисто свое такое у него самобытное Поэтому не хочется Я бы, конечно, каких-нибудь поставил бы сюда Бутылку там отрезать Сюда вот прицепить И будет как брызговичок какой-то Сзади бы тоже что-то доработать Ну, в любом случае, чтобы поменьше грязи было Ну, я просто лучше не ездить в дождь Это зашквар Потому что на мокрой разметке У него такой крутящий момент бешеный Вот, что, кстати, реально вжух И ты первый Всех делает на светофоре Вот первые вот 70 км в час Просто в точку сразу Саморез Тут много таких вот Ну, как бы саморез Причем здесь с этой стороны Вот эта крышка крепится на длинный саморез Вот такой Здесь такая же симметричная деталь Короткий саморез Ну, все какой-то вот такой вот Тут много нюансов таких Нестыковочек каких-то Вроде все солидно, кажется Но вот это вот все Почему вот оно отходит так вот Ну, такой вот Но при всем при этом То, как он едет Окупает вот все его косяки Потому что он уедет бомбически Просто вот реально Ну, скажем так Дизайн может быть и простенький Но характеристики и ощущения на нем Дизайн мне тоже нравится Но мне не нравятся некоторые нюансы сборки Потому что если это Honda Или там Suzuki Там все железобетонно Там все гениально А тут вот все как-то вот так вот Что-то как-то вот Ну, вот можно было бы сделать лучше Но нет, low-tech какой-то Вот тут чуть-чуть Фара не регулируется Блин, у Honda там специальный переключатель есть То есть вот как они в одном положении стоят Да, я пытался его, честно говоря Да, тут есть регулировка Как бы вот тут два болта И нижний как-то откручиваешь И он и так Но он не может Это максимально высокое Поэтому свет шикарный Но светит перед собой Если бы его чуть повыше сделать Может быть как-то это и можно Но это надо пол-фара разобрать Поэтому да Ну, а так все полноценно Оптика вся Поворотники Стоп-сигнал Габарит Все ярко, четко Фары видят спереди То есть, как бы Меня замечают Другое дело, что я Я могу не увидеть Не, ну если Тихо едешь Как ты говоришь Тихо едешь Тогда все успеют Отъехать И реально Поворачиваешь ручку Буквально на миллиметрик И он сразу Бах Такой пинок И прямо в точку Вот первые 60-70 км в час Просто Ну, не знаю С 600 кубовом Что-ли сравнивать Ну, скажут Да нет Это не на том Езду Ну, реально Мне показалось Очень бодро Очень Не надо скорости Переключать Как на скутере Открутил И топил Прямо сразу Уверенно Чувствуешь себя В потоке Уверенно Так, и можно еще Посадить Сзади Пассажирку Я смотрю Вот это дополнительное Да? Да, можно Я, честно Сам не пробую Мне, например Я вот до этой спинки Если отодвинуть Максимально Мне даже Много этого места Я умещаюсь Ближе к баку Как-то по кроссовому Сижу У меня стойку встать Если что Дороги у нас не ахти Вот Ну вот это Мне кажется Какая-то Тосноватая будет Но в принципе Можно Я думаю Что он разницы Не заметит Со своими Пятью киловаттами Мотор вот при всех гонках Сколько я там 110 топлю Он не нагревается У него больше 30 градусов нет Хотя датчик работает Другой Может он там Не подключен Правильно Но мне кажется Вот сколько трогал Он тепленький Он не горячий Ну да У меня есть еще Другой транспорт Вот Киловатт Там нагревается До 80 градусов Можно прям варить Еду на нем Электровелосипед Да Такой прокат Он даже В чем-то В технических решениях Превосходит этот Кроме езды Конечно Он едет попроще Но Тоже хорош Можно было бы На него тоже Обзор сделать Он заряжается От обычной розетки Да Вот посмотрите Давай попробуем Попробовать его Зарядить Что из этого Получится И какие Показатели Мы увидим Я кстати Хотел бы действительно На дисплее Да Я же обычно Выключаю батарею Несу с собой И вот это все Выключено А так бы посмотреть При подключенном Можно так вообще Интересно Что будет Он же должен показывать Там восстановление Что-то на дисплее Вот выключил Еще пакет какой-то Принял Так Сейчас На самом деле Это не пистолет На заправке Сунул Вынул Побежал Тут надо Подготовление Так Это что у нас Это само зарядное Тут 2 на 5 ампер И на Сначала Лучше включить Собственно В батарею Вот этот разъем Так Тень Так 3 Вот сюда Сейчас щелкнет Щелкнуло Но искра Тут таких уж прямо Нету Но бывает Или дотянется Вот это вот До упора сюда Да Ну не очень-то Дотянется Хотя Сейчас попробую Не Чуть-чуть Не хватает Сейчас Сейчас Искра Наверное Сейчас загудит Как самолет Работает Нет Что будет Должно гудеть Красным О Вот загудело В помещении Кошмарно орет Здесь не слышно Что Включаем Не Давай не будем Включать Не Ну вот это можно Это фигня такая 53 О А было 50 Когда я там был Вот интересно Как он сейчас 54 Ну это вряд ли Что за пару секунд Сразу 3% набежало Не Ну он отдохнул Я же говорю Там было 49 Потом поговорили Он уже 50 Сейчас уже 53 Значит он Типа восстанавливается Как-то А бывало такое Что например Газ откручиваешь На новые батареи Бат Сразу 70 Показывает Типа просадка А сейчас он отдыхает И типа Это самое Так Ну не хотелось бы Ее конечно На проводах вешать Нет Ну лучше не вешать А есть какая-нибудь Действительно Вот официальная зарядка Типа Моэск Там или что-то такое Там можно просто Поставить Рядом Я вот в глобусе Оставлял Еще велосипед свой ТЦ глобус Там зарядка Нормальная есть Не ну скажем так На общественной зарядке Там возле какого-то Торгового центра Ты же вот эту штуку Не оставишь Я ту оставлял свою Сразу Прихожу потом Из магазина Смотрю Обступили Толпа Все репу чешут А что это А как это А как это А что это А что ты велосипед включил А зачем А вот так НЛО Как на сектантов Смотрит Что это Что это все Зачем Ну да Электромобилистов И мотоциклистов Пока воспринимают Как чудаков Пока что Вообще Напрасно Кстати Воспринимать Даже вот Иногда Поздоровишься Каким-нибудь байкером Типа По традиции Они так смотрят При зрительности Что это там Фигня какая-то Игрушка А напрасно Вот если бы каждый Попробовал Это не сравнится Ни с каким Убер 125 Это реально Прущая техника Правда Вот Не потому что У меня Так я реально Говорю как есть Попробуйте А потом В тот же Семаргал электро Можете прийти Взять тест драйв Они бесплатно Дают покататься По территории Даже там Сразу поймете Что это Как оно вообще Это Прикольно Живенько Кстати Гудит Это гудит Вентилятор Охлаждения Самого Зарядного устройства Он кстати интеллигентный Такой Потихонечку Сначала Чупает Когда потом Дает ток То есть Вот он Искры Такое нету Что сразу Бац Там Нагрузка Он постепенно Так включается Вот Ну Как бы Слушай Давай Не знаю Подождем До 54 До 54 Процентов Чтобы понять Насколько Это Ну Мне так сказали При 10 амперах Это 40 амперный Аккумулятор Полностью Севший Должен Зарядиться За 4 часа Я сам не проверял Но Потому что Вот тут реально В отличие от Автомобильного Бензинового Двигателя При любой возможности Надо втыкать Вот 10 процентов Просадил Есть возможность Воткнуться в розетку Воткнулся Он у тебя 15 минут Позаряжается И все И зашибись Уже восстановил Не ждать Пока она в ноль Просядет Вот тут Прямо так Тише едешь Дальше будешь И заряжаться При любой возможности Вот Так что Тележку с собой возить С дизель генератором Да Любимая шутка Противников Электромобилей Не Вот мой кстати Велик Он вообще через Мотор подключается То есть я его включал И контроллер Прямо показывал Восстановление батареи Заряд Прямо показывал Сколько у меня там Прогноз Сколько ты проедешь При текущем использовании При нынешнем заряде Он там У тебя там 300 километров в запасе Здесь вот интересно Давай все таки включим Че ему будет Не стоит Вот как бы Семарглэлектр Сказали Можно ли включать его При зарядке Я свой Я бы не стал Я свой включал Ну ладно Действительно Это не мой Вот свой воткну А этот Лучше не надо Да кстати Слушай Насчет тормозов Лучше не надо Это вроде как передний Это вроде как Тут регулировка есть Типа Приближает Ручку удаляет Ну просто я как Тут плохо видно Там плещется Плещется Есть там Есть До 3 До 4 При нагреве Типа от тормозов Это там Поднимается уровень Ну типа как Все еще 53 Она уже нагревается Сильно Нет Она вот с этого Бока чуть-чуть Ну ладно Это пока Она больше не нагреется Я проверял Целый там Вечер она у меня Заряжалась нормально Вот номинал 72 Уже выше номинал То есть уже проедет Назад Если 60 ехать Еще останется Тут еще кстати Вот приблуда Два USB порта Не проверял еще кстати Какой сколько Тут может быть Один там полтора ампера Второй два Может телефон зарядить Сюда вот навигатор повесить Тут отдельный выключатель Вот типа Один Ноль Интересно работает ли он Если это все выключено Аварийка кстати есть И зачем-то два гудка А реальных сколько? Ну реально он один Просто два выключателя Нафига Ну для девши или правши Лучше бы сделали Круиз-контроль Он тут предусмотрен Но не работает Парковка есть режим Хотя вот грамотная тема тоже Например он стоит на подножке Он не поедет А если подножку убрать Он тоже не Так Ну мы встанем тут уже Минут пять Мне кажется он что-то врет Он обычно быстро Не 53 Ну за пять минут значит ничего Мне что-то кажется да Врет он Не может так долго одеть Субтитры сделал DimaTorzok